Добрый день, уважаемые коллеги! С 1 сентября по инициативе президента будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребенком до 8 лет. Размер такого пособия составит 100% от среднего заработка. Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта. Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. Правительство направило на это почти 1 миллиард рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия. При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. Теперь о принятых решениях в сфере образования. По поручению президента с прошлого сентября введена специальная выплата классным руководителям в школах. Это 5 тысяч рублей в месяц. Коллеги, извините, я... Да? Теперь о принятых решениях в сфере образования. По поручению президента с прошлого сентября введена специальная выплата классным руководителям в школах. Это 5 тысяч рублей в месяц. С нового учебного года по решению главы государства такую ежемесячную надбавку к зарплате будут получать и кураторы учебных групп в колледжах и техникумах. Соответствующее постановление правительства подписано. Сегодня мы большое внимание уделяем подготовке кадров со средним профессиональным образованием. Они востребованы во всех сферах экономики. Создаем для них современные учебные места, чтобы была возможность получать практические навыки. Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой. Это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка. Важно поддержать таких людей. Также почти 5 миллиардов рублей правительство выделило на проведение в текущем году ремонта, в том числе, капитального здания 33-х педагогических вузов. Средства пойдут также на их оснащение новым оборудованием. Такое поручение дал президент. Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты. Мы продолжим уделять внимание вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание. И еще одна важная тема. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела. В ходе поездки в Томск мы ознакомились с уникальным фондом университетской библиотеки. Это настоящая книжная сокровищница Сибири. Но книги живут, когда их читают. И важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек, их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единое цифровое пространство. При этом большое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями. Еще одно решение касается поддержки бизнеса. По итогам Петербургского экономического форума президент дал ряд поручений. Среди них полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые они уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей. Правительство выделало на эти цели 500 миллионов рублей. Средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису. В нашей стране много красивых мест для путешествий. Алтай, Байкал, Карелия, Камчатка и многие другие. Это я уже не говорю о наших южных регионах. Мы создаем условия, чтобы удивительную природу и достопримечательности могли увидеть как можно больше граждан, в том числе талантливые и активные неравнодушные молодые люди. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на туристические путевки для участников таких проектов, как Россия – страна возможностей и Российское общество знания. За счет этих средств около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма. Также почти 5 миллиардов рублей правительство выделило на проведение в текущем году ремонта, в том числе капитального здания 33 педагогических вузов. Средства пойдут также на их оснащение новым оборудованием. Такое поручение дал президент. Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты. Мы продолжим уделять вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok